Салют, братишки-серенки, у микрофона мистер Кей. Я сейчас нахожусь в отеле города Ялты. Приехал сюда вчера и, в принципе, дорогу решил не показывать, но на самом деле об этом сейчас сильно жалею, потому что произошло очень много интересных моментов. Но, тем не менее, не будем отклоняться, сейчас у нас 10 утра, и на сегодняшний день у меня запланировано очень много интересного, поэтому оставайтесь со мной до конца, чтобы ничего не пропустить. И сейчас заодно покажу вам номерок. Поселился я в отеле круглый год, вроде так называется, да, Ялты круглый год. Изначально я хотел поселиться в другом отеле, но он мне не понравился, точнее, не понравилось местоположение, только пришел и подумал, не, пожалуй, нет. И уже начал вечером искать, искать и нашел этот отель по дикой скидке полторы тысячи за два дня. Без питания, конечно, но тем не менее. Давайте покажу вам его. Чем мы сегодня планируем заниматься, кстати, вот такой вид хороший. Почему я вообще приехал зимой сюда? Я всегда мечтал приехать в Крым зимой, чтобы посмотреть на горы, которые я вам сегодня покажу. И когда я вчера это все увидел, меня это привело в дикий восторг. Номерок такой небольшой, обычный. Вот. Привел в дикий восторг. Сегодня я хочу посетить три места. Это Пуата Айпетри. Ну и что-нибудь там поблизости. Потом водопад. Не помню, как он называется. Тоже где-то там на Айпетри находится. И Ласточкино-Гнездо. Три места, которые я хотел посетить и которые мы сегодня с вами посетим. Ну и заодно прогуляемся по городу. В принципе, до остановки автобуса, который довезет мне до канатной дороги на Айпетри, у меня идти недалеко. И на водопад тоже ходят автобусы. И до Ласточкино-Гнезда ходят автобусы. Вообще, у вас здесь очень дешево. Ребята, кто живет в Ялосе, кто живет в Крыму, у вас нереально дешево. Еще мне люди говорили, что это все дело похоже на деревню. И это такая большая деревня. Города это большие деревни. Я, в принципе, согласен с вами. Но здесь люди сами открывают свои бизнесы и не дают другим людям, большим компаниям привезти их дело сюда. И, в принципе, это нормально. Это нормально во всех курортных городах. Поэтому не переживайте, что у вас большие города-деревня. Ну что же, отправляемся на Айпетри прямо сейчас. Добираться до канатной дороги мы будем на 132 автобусе. Я знаю, что туда едет автобус, как я уже сказал, это 132. Идти до него 10 мм минут 3 надо. И поедем уже на нем дальше. Вчера была очень приятная солнечная погода, а вот сегодня серенькое все. Но, тем не менее, я Ялту представлялась совершенно по-другому. И она вообще никак не связана с моими впечатлениями. Я представлял, что это будет, не знаю, по типу Лос-Анджелеса, не знаю. Это, оказывается, горный город. И выглядит он как город в горах. То есть, абсолютная поломка моих представлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пытался прорусти снегоход. И завяз вот в этом снегу. В общем, красота неимоверная, серьезно. Я вообще ни разу не жалею, что поднялся именно на эпитере зимой. Конечно, как раз еще круче было на снегоходе, но поверьте. Когда ты идешь сам, ты чувствуешь себя перепроходцем, наверное. Не знаю, как меня слышно сейчас. Я очень замерз. Ну, не то, что прям очень, но идти реально сложно. Воздух тяжелый, влажный. Все-таки облака. Снега много, дорога трудная. Не знаю, сколько мне еще идти до Платы Айпетри. Кому лень, советую. Берите сразу снегоход. А как хочется щитить на себе, то, конечно, пешочком. Вообще, уже даже стал забывать, что я в Крыму. Побывал тут уже минут 20. И реально забываю, что ты же в Крыму находишься. Очень непривычная погода. После Ялта, где, ну, снега вообще нет. Все супер. Тепло довольно-таки. Плюс 6. Попадаешь туда и... Это пипец. Но, как я уже сказал, это того стоит. Это очень здорово. Ни разу не жалею, что я приехал зимой. В следующий раз. В этот раз решил от лыж и сноуборда отказаться. А в следующий раз обязательно приеду именно с целью покататься тут. Посмотрим, какой здесь горнолыжный курорт у нас. Чем дальше, тем хуже. Серьезно, здесь видимость. Метров 50. И вообще... Сколько мне еще идти? Но... С такой видимостью кажется, что целую вечность. Так, посмотрите на высоту снега здесь. Она... Она... Она по колено будет, мне кажется. Если я сейчас туда залезу... И очень не хочу туда залезать, но... Если я туда залезу, наверное, застрял он, то... Здесь снег по колено будет. И... Блин, хочется пройти, на самом деле. Рям очень хочется, но... Я сейчас здесь намокну. Или... Какой-то не застрял. Я же не знаю, что там под этим снегом находится. Здесь начинается какой-то спуск вниз. И меня это, честно говоря, немного попугает. Потому что... Вершина-то должна быть наверху. А я спускаюсь вниз. Ну... Ладно, вы надеетесь, что я правильно все-таки иду. Потому что... Честно говоря, Я уже начинаю... Немного побаиваться. Людей... По кругу вообще нет. Снега просто не рекомендуется. На встречу... Он кто-то едет там, кстати. На встречу никто не идет. За мной идут только ты каких-то парней. Мужики, которые вроде бы вообще развернулись. И... Куда я иду? Без понятия. Я, конечно, в любой момент могу развернуться и вернуться на точку. Но до конца я уже дойду. Потому что я знаю, вроде как я правильно иду. Снегоходы туда едут. На снотровую площадку. Значит, иду я правильно. Но... Чем дольше так идешь, Тем больше страха на тебя заседает. И... Ну... Это непередаваемые чувства. Если вы здесь окажетесь, особенно один, то вы меня, наверное, поймете. Короче говоря, я потерялся. Я вообще не знаю, где я нахожусь. И, кажется, я вообще пошел в другую сторону, отхватая ветри. Скорее всего, так оно и есть. Я прошел всего 50 метров. Здесь уже дом стоит. То есть вы понимаете, что... Что там будет дальше, вообще непонятно. Стоят даже машины. То есть куда-то я к цивилизации уже вышел. И вряд ли заблужусь. Так есть какие-то даже указатели давать. А, это не указатель. Но, тем не менее, просто будем идти вниз, я думаю. Люди тут катаются. Видимо, это и есть какой-то спуск горнолыжный. Здесь, правда, очень низкий спуск. Не уверен, что это вообще горнолыжный спуск. И одни дети тут тусуются. Не знаю, что это за место, без понятия. Просто без понятия, что это за место. С такой видимостью. Да вообще не разберешься, где ты находишься. В общем, есть какие-то указатели. Идет до водопада, который мне нужен, 15 километров. Понятное дело, 15 километров, и не по этому, видимо. Сейчас мне придется возвращаться обратно к электронной дороге и уже искать альтернативные пути в виде автобуса. Вот это все мы, наверное, посетим летом. Обязательно столько едем летом. И уже не на 2-3 дня, а на где-нибудь на месяц. Так что сейчас нас ждет увлекательный путь обратно до к электронной дороги. Может быть, сейчас и возьму еще, чтобы быстрее добраться, снегоход. Очень тихо тут. Очень тихо. Погода вроде как еще сильнее ухудшается, потому что, видимо, становится еще меньше, видимо, авоказка становится гуще. Плюс канатная дорога работает до 4-х. Считаю, что я сюда и шел в начале 2 часа, 3 километра. Надо мне ускориться, пожалуй, обратно. Ни одного снегохода не нашу. Я не знаю, куда они все едут. Кажись, я просто заблудился, реально, и не туда пошел. Так что надо выбираться отсюда. Надо отсюда выбираться, ребят. Можно быстрее. Я впереди. Только что увидел что-то очень страшное. Какое-то животное. И что это животное, я не знаю. Может, собака. Может, пострашнее. Что даже то, что я боюсь собак, а это может быть хрен знает что, мне туда даже не хочется идти. Но с другой стороны ничего не поделаешь. Он ушел куда-то за деревья, влево. Блин. Мне страшно становится. Как всегда, со мной приключилась жуткая история. Я вообще сначала собирался уже сразу возвращаться назад. Но по дороге встретил снегоход, который типа давайте подвезу туда-сюда. Тогда тысяч туда-добрат довезу на досмотровой. Доехал сюда, теперь жду его обратно, в обратную сторону. Это на самом деле жестко. Но впечатление непередаваемое, ребят. Это очень круто здесь. Смотровая правда такая себе, опять же, что из-за облаков. Но сейчас на сне ходе прокатимся. Думаю, будет круто. Убью я немного свою камеру из-за снега. Да, вот, что здесь жесткие есть. только на GoPro снимать, а не на мою. Какой-то чувак сейчас подошел, сказал, ну сначала чай и кофе предложил, потом сказал, сходи вот сюда, наверх. Здесь голос на беде стоит. Вот сзади меня. Давайте глянем, что за голос такой. 103 года ему. Так, ничего не понятно. Вот. В общем, вернулся я наконец со своей Петри. К сожалению, не смог заснять дорогу на снегоходе назад по простой причине. Тот парень, который меня вез, меня сначала в одну сторону вез, потом в другую сторону вез и вез меня как дикий. Он меня довез где-то за 3 минуты. То есть километр 1 минута на снегоходе. По той дороге, которую я вам показывал. То есть понимаете, там нереально жестко было ехать и я чертовски замерзался за этого. Реально стрёмно было. Как будто ты едешь по шоссе на мотоцикле со скоростью 10 км в час. Это непередаваемое ощущение. Он сам потом я у него спросил ты всегда так дико водишь? И в принципе он признался, что только он так водит. Вот такая вот ситуация. Вот. Что могу сказать? Всем рекомендую сюда съездить. Серьезно. Правда сейчас уже по времени так себе. 3 часа. То есть успею я съездить только на ласточке на гнездо. У меня вообще денег не осталось. У меня 50 рублей осталось и это считаю только на проезд. Если там я найду банкомат какой-то, на ласточке на гнездо 100% съезжу. Может быть сейчас даже закат будет. Я правда не знаю, закат по-моему с той стороны. То есть сзади меня. Вот. Но посмотрим. И оттуда уже в отель завтра утром уезжать на водопад не получится съездить. Но обязательно вернусь сюда летом. Это 100%. У меня Крым очень понравился. И Аль-Петри безумно понравился. Офигенная гора. Ни разу не жалею то, что приехал на нее именно зимой. Я уверен, здесь зимой намного круче, чем летом. Но в принципе мы потом это и сравним. Спасибо. И Крым И Крым Крым И Наконец нашел хорошее место, чтобы уединиться. Это же красота, да? Вот ради таких красивых видов и стоит путешествовать. Кстати, не рассказал вам историю про как раз-таки что произошло со мной на канатной дороге. так как я отдал себя тысячу тысяч рублей, мне оставалось всего 150 рублей с собой наличными. И тот, кто меня согласился подвезти на снегоходе сказал, что я смогу без проблем снять деньги на этой канатной дороге. Точнее, оплатить карточкой. Прихожу туда, а там оказывается нет связи. Подумал, подумал, ну и в принципе смог кое-как договориться с канатной дорогой, ну с дежурным по станции и как это называется. И они меня довезли бесплатно вниз, так что сэкономил, можно сказать, 350 рублей даже. Вот. Обязательно сюда приеду летом. Наверное, даже жалко, что я приехал сюда именно зимой, именно на ласточной гнездо и побережье, потому что сюда определенно летом приезжать. До конца решил не идти. Хочу оставить впечатление на лето. Тут к слову от начала до конца 1200 ступенек. Ой, ну да, все правильно, 1200 ступенек. Это очень много. Посмотрим потом, когда идем до конца и обратно еще вернемся. Ну, в ту сторону лететь легче до конца Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...